Сегодня в Тюмени вручают удостоверение 24 депутатам новой областной думы шестого созыва, тем, кто выдвигался по партийным спискам. Сейчас на месте события в избиркоме находится мой коллега Дмитрий Чашков, он на прямой связи со студией. Дмитрий, здравствуй! Первое седание думы состоится уже через неделю. Скажи, кто займет депутатские кресла? Да, Ирина, доброе утро, ну или точнее даже добрый день. Наверное, я не смогу вам перечислить все 24 депутатов, которые получили сегодня мандаты. Есть небольшие изменения, в том числе в фракции «Единая Россия». Точно могу сказать, что одно из кресел депутатов Тюменского парламента областного займет Павел Белявский. Павел, здравствуйте! Это уже точно получили удостоверение, да? Да, я был второй в списке, так что все получилось. У меня вопрос такой, можете немножко уже проанализировать этот состав? Он не сильно отличается, но все-таки отличается. Что-то изменится в работе, как вы думаете? Нет, ну в работе, конечно, изменится, потому что любые свежие люди приносят свежие идеи, свежие взгляды. То есть, допустим, у нас, я считаю, очень примечательная вещь, что вошли такие лидеры общественного мнения, как Елена Кашкарова, создатель форума «Детки». Не мог подобрать слова, потому что человек, который находится постоянно в таком близком контакте с определенной аудиторией, он, конечно, несет совершенно другую информацию и совершенно другое понимание. Ольга Швецова и женщина, и молодая, поэтому, мне кажется, больше духа современности и свежести в Тюменской областной думе, это как раз то, что нужно Тюменской области. Ну, а еще Эдуард Амаров и мужчина, и бизнесмен, я так понимаю. И мужчина, и бизнесмен, да. Хорошо. Ну, я так понимаю, что у нас будет еще изменение на первом заседании, да, есть один мандат у Михаила Пенмарева, но он, собственно, может поменяться. Нет, ну да, потому что мы же должны принять решение о том, кто будет представлять Тюменскую область в Совете Федерации, и поэтому там Михаил Николаевич, это, безусловно, кандидатура, которая авторитетно имеет большой опыт, поэтому, да, будем делегировать Михаила Николаевича. Ну, а потом этот мандат уже перейдет кому-то тоже из партии. Ну, да, здесь видите, как до текущей даты принцип работал следующий. Все мандаты распределялись вот потому, как был сформирован список, да. После того, когда все мандаты были получены, и все кандидаты их получили, после этого партийная организация уже может принимать решение о вручении мандата любому человеку из списка, там, не обязательно в порядке очередности, потому что это не одномандатник, где избиратели голосовали за конкретного человека, а это все равно доверие, которое было адресовано партии. Ну, и мы понимаем, что все равно доверие формируют люди, которые находятся в верхней части списка, поэтому уже считается, что, ну, как бы так вот по логике, чем дальше, тем уже, ну, на самом деле, вклад кандидатов в победу партийного списка, он примерно равнозначен, поэтому уже принципиальная разница, там, такое ли такое место, его уже нет. Ну, посмотрим, видимо, 6 октября. Вас поздравляю еще раз. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Будем работать. Да. Ирина, вам слово. Передаю слово студии. Спасибо. На прямой связи со студией за послово избиркома был Дмитрий Чашков.